Телеканал «Наука 2.0» продолжает развлекая, увлекать за собой любознательную аудиторию. Он был создан всего год назад, но уже сейчас его могут смотреть около трех миллионов абонентов. Основа эфира — это фильмы собственного производства. Редакция канала успешно сотрудничает с ведущими научными центрами. Чем сегодня живет наука, расскажет Станислав Редикульцев. Удивлять, а не поучать. А как еще можно рассказывать о такой сложной и непонятной науке? В названии этого канала не случайно значится «2.0». Это как новая улучшенная версия. Теленаука теперь еще интересней. У нас еще одна новая линейка, которая называется «Агрессивная среда». Там ведущая девушка Александра Говорченко. Она будет рассказывать, собственно, об агрессивной среде, в которой мы существуем. Откапывать истории в буквальном смысле, как Александр Каневич. Бороться и искать. Найти и искать дальше. Ставить эксперименты, как Антон Войцеховский. Рассказывать, вскрывать, показывать и, конечно, пробовать, как Алексей Вершинин. Это просто праздник какой-то. Просто о сложном, увлекательно о скучном, наглядно о скрытом. И самое главное, достоверно о научном. Именно таким и должно быть познавательное телевидение. Режиссер канала мне сказал, ты в фильме там ошибся. Я внутренне не собрался, неужели, что ты там в фильме про соль неправильно назвал местонахождение Солончака. Это не Волгоградская область, а Астраханская. Я подумал, слава богу, если это единственная моя ошибка за год, то это просто победа. Наука и канал в том числе продвинуло и телевидение. Раньше в России никто такие детали не показывал. Разлетающиеся капли, горение спички или бьющееся стекло. Этого было не увидеть слишком быстро. Или документальный фильм, снятый словно это голливудский блокбастер. И это не где-то там, за океаном. Здесь, в России, у наших ученых. Наши лаборатории, наши институты не всегда находятся в каком-то образцовом состоянии. Иногда нужно приехать заранее, поговорить, договориться. Даже иногда убраться в этих помещениях. Снимая фильмы, которые облагораживают и расширяют кругозор, авторы и сами делают, может быть, маленькие для человечества, но большие для человека открытия. Жвачка, например, тоже делается из нефти, как оказалось. И, в общем-то, процесс производства жвачки на 50% повторяет процесс производства пластикового стаканчика, на самом деле. Науке 2.0 чуть больше года, но ее уже смотрят более трех миллионов человек. Для нишевого канала это большая цифра. Зрители полушутя называют канал русским дискавери. Видно, что постепенно все больше и больше остается на этом канале. Значит, что ему это интересно и что то, что показывает канал, это востребовано. С 8 октября на канале в прямом эфире пройдет Нобелевская неделя. Эксперты и гости науки 2.0 расскажут зрителям, за что именно вручают премии ученым. 2.0 ведь еще и счет явно в пользу телезрителя. Когда еще было так, что смотришь телевизор и умнеешь? Станислав Редикульцев, Артур Зизиан, Станислав Богомаз, Вести.